Жители деревни Сугайкосы Канажского района Николая Миронова знает вся республика. Николай вяжет спицами и добился больших успехов в своем увлечении. А еще односельчане, родные, знакомые считают его образцом стойкости и жизнелюбия. Почему? Узнайте из нашего сюжета. Жизнь всякая может случиться, конечно. Сам виноват, и может обстоятельства такие могут быть. Не надо отчаяться, взять себя в руки и дальше жить, работать, воспитывать детей, внуков сейчас, дождаться правнуков. Ну и в общем, с надеждой надо жить. Это сейчас Николай довольно спокойно и рассудительно говорит о своей жизни. Но 33 года назад, когда он попал под поезд и лишился обеих ног, был на грани отчаяния. Болитом первой группы Николай стал в 26 лет. В то время он уже отслужил в погранвойсках, имел профессию электрика, вместе с женой воспитывал 9-месячного сына. Опускать руки и жалеть себя он не стал. Помогал всем, чем мог по хозяйству. Все время спрашивали, у него нога все равно не будет расти. Потому что мне очень тоже тяжело было для матери это. Так и жили. Он уже все дела делал. Нам на работу надо идти. Я все приготовила, оставляла. Он все приготовил, все сварил. Мы пришли с работы, пришли. Дома все было хорошо. Тепло, уютно. Вязать спицами он начал почти сразу, как стал сидячим. Сначала наблюдал за тем, как вяжет жена, затем попробовал сам и втянулся. Первую кофточку он связал мне на 30 лет. Гусиные лапки. Это вязка, да? Гусиные лапки. Первая вязка. Потом какая-то лукошка была. Вязка тоже с трудом вязали как-то. Тогда интернета не было. Из журналов так находили. Вот так находили, начали вязать. Начали заниматься этим делом. Каждое изделие, которое получается у Николая, уникальное. Сделанное с душой и большой любовью. Но для мамы Марии Мироновой и самой дорогой остается первая вышивка, которую Николай сделал в 6 лет. Это был первый подарок. Это он подарил мне недавно. А это на 8 марта подарил. Все изделия, которые получаются у Николая, переходят в руки близких и знакомых. Некоторые красуются на выставках. За многие работы мастер по вязанию спицами получил грамоты и благодарность. Сам же Николай считает, что залог его успеха в семье. В этом году исполнится 35 лет его супружеской жизни. Супруге большое спасибо, что не бросил меня. Я сказал ей, давай, ты молодая, бросай меня. Она не сказала, вот так. Ты второй ребенок, дочка. Потом у нас почти по старости нет. Еще одна дочка. Вроде бы неудобно. А сейчас, наоборот, радость. Радость Николай Миронов видит во всем, что его окружает. В своем любимом занятии в детях и внуках. Есть у него и мечта. Связать для всех членов семьи одинаковые кофточки. Времени на это у него достаточно. Ольга Алексеева, Павел Еретков, Республика.